5 привычек, которые сохранят ваш мозг молодым. Каждому из нас хочется дожить до глубокой старости, сохраняя при этом здравый ум и твердую память. Однако далеко не всем это удается. Свидетельство тому множество старческих болезней типа Паркинсона, Альцгеймера и других видов слабоумия. Представить себя дряхлым, никому не нужным и с медленно угасающим рассудком не самое радостное зрелище. Именно поэтому предлагаем вашему вниманию 5 привычек, которые сохранят ваш мозг молодым и здоровым вне зависимости от возраста. Первые 3 привычки относятся к нашему телу, а 2 другие к психологии. Большинство людей знают, что правильное питание и хорошее здоровье это прямо пропорционально связанные вещи. Поэтому если вы хотите сохранять ваш мозг здоровым до глубокой старости, начните придерживаться правильной диеты. Тем более, что это вовсе не так сложно, ведь речь не идет о каких-то строгих системных диетах. Просто каждый раз, когда вы хотите что-то съесть, подумайте, будет ли это вам на пользу. Например, вы привыкли выпивать 24 чашки кофе в день. Постарайтесь снизить это количество хотя бы до 23. Шучу, конечно. Ученые рекомендуют выпивать не более 2 чашек кофе в день, а лучше еще реже. Если же говорить о здоровом питании в общих чертах, то правила очень простые. Не злоупотребляйте сладкой, жирной, жареной и мясной пищей. Полностью исключать из своего рациона подобное блюдо неправильно. Крайности убивают. Просто знайте меру. Отдавайте приоритет зерновым культурам, фруктам и овощам. Ну и, конечно, регулярно пейте воду. Привычка правильно спать. Для того, чтобы сохранять свой ум ясным на протяжении всего дня, необходимо высыпаться. Во время сна мозг человека избавляется от нейротоксинов и прочих вредных компонентов. Доктора советуют спать не менее 7, но и не более 9 часов в сутки. Исключения, конечно же, имеются и здесь. Например, Альберт Эйнштейн спал по 10-12 часов, а Наполеон Бонапарт по 3 часа в сутки. Приложите немного усилий и определите, сколько часов суточного сна необходимо лично вам. Дальше просто возьмите за правило не нарушать свою норму. Мне, к примеру, автору этого ролика, достаточно 5,5 часов в сутки для того, чтобы полностью восстановиться. Если в силу каких-то причин я не могу ночью выспаться, то обязательно добираю оставшиеся часы днем. Привычка заниматься спортом. Если у вас нет привычки регулярно заниматься физкультурой, обратите особое внимание на этот пункт. Постарайтесь развить в себе привычку ежедневно выполнять какие-то физические упражнения на протяжении хотя бы 20 минут. Уже очень скоро вы почувствуете серьезные изменения в своей жизни. Если у вас нет времени, возможностей или желания целенаправленно заниматься спортом, постарайтесь хотя бы как можно больше ходить. Все поднимаются на эскалаторе, а вы воспользуетесь лестницей. Нужно проехать одну остановку. Если это не к спеху, лучше пройдитесь пешком. Помните простое правило – движение, жизнь. Особенно это стоит помнить тем, у кого сидячая работа. Рано или поздно отсутствие физической активности в жизни аукнется не самым приятным образом. Так не лучше ли предупредить потенциальные угрозы? Привычка получать новые знания. Это один из самых важных пунктов. Дело в том, что наш мозг потребляет огромное количество ресурсов организма. Именно поэтому он так не любит, когда его напрягают. Тем не менее, ученым давно известно, что чем больше ваш мозг напрягается, тем больше увеличивается его работоспособность. При постоянных умеренных нагрузках никакая старость не сможет помрачить ваш ясный ум. Здесь уместно привести такой пример. В развитых странах пенсионеры, отошедшие от дел, могут просто сидеть дома или заниматься хобби. Однако многие из них идут на курсы иностранного языка. Естественно, на старости лет он им вряд ли пригодится. Но учеными доказано, что именно при изучении иностранного языка мозг человека находится в максимальной активности. А это именно то, что нужно пенсионеру для того, чтобы гарантированно защититься от любых форм слабоумия. Кстати, иногда привычка получать новые знания имеет побочный эффект в виде склонности к приобретению новых практических умений. Это будет лучший результат из возможных. Привычка общаться Социальная активность на старости лет угасает. Если же вы и в молодости были необщительными и не умели находить общий язык с разными людьми, то в пожилом возрасте это только усугубится. Со временем это приводит к когнитивным нарушениям. Согласно некоторым исследованиям, умственные способности людей, которые предпочитали вести уединенный образ жизни, снижались приблизительно на 70% по отношению к общительным людям. Конечно, не стоит суетливо навязываться к далеким знакомым, чтобы выработать в себе привычку к общению. Но также никогда не упускайте случай узнать, как поживают те или иные ваши друзья или родственники. Помните, что общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми. А вне общения человеческая деятельность в принципе невозможна. Из всего вышесказанного становится очевидным, что если человек будет вести активный образ жизни в физическом, эмоциональном и моральном плане, его мозг сохранится молодым до глубокой старости. А как думаете вы, что является самым важным для сохранения здравого ума и твердой памяти? Напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал ИФО и не забывайте про колокольчик. Спасибо.